Чтобы отдых был полезным и познавательным, Рыблова в следующем году своих первых гостей примет эко-деревня. Первая в округе инвестиционный проект осуществляет Серпуховский предприниматель. Уникальный объект посетил депутат Государственной Думы Александр Коган. Масштабы проведенных работ за первый год строительства аграрно-туристического кластера в деревне Рыблова впечатляют. Зараставшие, утопавшие в болоте бывшие совхозные поля сегодня не узнать. Вот такой вид открывается с балкона административного корпуса. На территории более 70 гектар будет построен фактически с нуля небольшой город-сад. Здесь можно будет провести и активный отдых на природе, и прикоснуться к русскому народному творчеству. Можно будет посетить ферму, посетить рыбное хозяйство, посетить тепличное хозяйство. И фактически мы хотим предоставлять нашим посетителям только экологические продукты, выращенные у нас на земле. Грандиозные планы у молодого, но уже опытного предпринимателя. Общий объем инвестиций для создания города-сада 500 миллионов рублей. Средства инвестора. Занимаемся в первую очередь инфраструктурой. Мы реабилитируем заболоченные низины этой пойменной части, мы строим дороги, прокладываем электроэнергию, строим подстанции. То есть фактически занимаемся развитием земли, развитием территории. В дальнейшем здесь кластерами будет идти застройка уже места размещения и других инфраструктурных строений. Города пока нет, но сад уже посажен. Две тысячи плодовых деревьев. В обустроенные три водоема уже начали завозить рыбу. Строят и цех деревообработки с использованием элементов дремерусского зодчества. В планах козаферма, сыроварня, хлебопекарня, цеха по переработке фруктов и овощей. И это лишь часть планов. Мои корни вообще из Серпухова. Я бизнесом занимался в основном в Москве, но, так скажем, природу не обманешь, и меня потянуло к корням, к земле. Поэтому я вернулся в места своего детства, чтобы здесь реализовать этот проект. С этим местом у меня много всего связано, и именно здесь захотелось реализовать этот проект, потому что я считаю, что это одно из самых красивых и интересных мест Московской области. Экологическая деревня – проект, который актуален и необходим. Он направлен на разумное потребление и имеет под собой созидательную подоплеку. Здесь будет место, где можно будет и разместиться и детям, и взрослым, отдохнуть и пообщаться с природой, с животными. Дома будут экологичные. Во-вторых, очистные сооружения, локальные очистные сооружения, потребление воды, очистка, использование безотходного производства. Скорее всего, вода, которую будут очищать, будет очищаться с такого уровня, который потом можно будет технически поливать. Соответствующую территорию. Ну, то есть, вот такой вот замкнутый цикл, бережные отношения к окружающей среде. Мечта о жизни в благополучной экологической среде должна стать явью. И этот проект – шаг к ее достижению. Очень надеемся, что этот проект получится. Он достаточно важный для Московской области. Это инвестиционные вложения, и слава богу, что такие инвесторы у нас появляются. Александр Коган посмотрел в этот день на территорию комплекса «Четыре сезона» в Васильевском. Здесь размещена школа верховой езды. Сегодня здесь отдыхают школьники. В ближайшем перспективе – проведение ремонтных работ некоторых помещений.